А есть что-то, что вы запомнили из вашей последней встречи? Есть, есть, есть. Мы когда сидели у меня в кабинете допоздна с коллегами, много обсуждалось, большой разговор, серьезное решение мы приняли вместе, абсолютно синхронно договорившись о них. Потом мы все, закончили, закончили. Ну все, ребята, хорош, там уже 12 час ночи. И, значит, Егор встал, я что-то встал, с кем-то разговаривал, и Егор как-то с кем-то тоже встал, прощался и быстро ушел. Он всегда очень быстро уходил. И мы не прощались. Вас это как-то гнетет? Это непросто. Россия открыта два пути. Россия может, пройдя вот эти тяжелые годы, накопив опыта, опыта демократии, ошибок своих, собственно, научившись на них, провести тот набор преобразований, который постепенно позволит России пойти по пути, по которым будут другие постсоциалистические страны, даже больше, или Венгрии, или Чеки, скажем, или Словении. Стать нормальной, цивилизованной, европейской страной. Сначала бедной, потом постепенно богатей. А может, страна загружится в своих печалях, поверить в мировой заговор, начать ловить врагов, искать врагов в инородцах, попытаться пойти по тому пути, по которому Германия пошла после Первой мировой войны, а не после Второй. Вот первый выбор возможен, и второй выбор возможен. А все зависит от нас.